Асана – это ведический термин, обозначающий какую-либо из принятых йогом поз. А этих поз может быть множество в зависимости от той практики, которую избрал для себя йог. Но все же придерживающиеся единой философской концепции, описанной в йога-сутре по части правильной осанки дыхания и погружения в транс, одной из необходимых особенностей для освоения сложнейших осан все же является непосильная для обычного практикующего человека особая гибкость тела и усидчивость вкупе с контролем за своим разумом, дабы была изъята всякая посторонняя, ложная, идущая из Майя мысль. Посему основным требованием является медитация, практика при которой по возможности человека отключается всякая мысль, и уже как бы рожденный в неведомой пустоте брахман или йог обрастает новыми мистическими качествами, помогающие ему разглядеть Майю и не увлечься ее иллюзиями о красоте и плотскими утехами. Но, к сожалению, некоторые йоги, практиковавшие мистические практики, реализовали свои самые алчные и порочные намерения. Все же, поддавшись искушению Майи, они ведали тайны иные, нежели были доступны простым людям, мирянам, где йоги могли строить вайтманы и маны, гигантские космические летательные аппараты, которые могли контролироваться как самим йогам, посредством дыхания и зелий, так и группой его последователей, молодых неофитов, поддерживающие его духовную силу своим преданным служением. Продолжение таких практик получило название Вимани Кашастра. Это не обязательно должен быть космический корабль. Сама практика позволяла йогу поднимать в небеса различного рода предметы, горы, города. После они просто могли парить, покуда был жив дух йога. Другие йоги, полностью овладев искусством Майи, сами стали творить свою иллюзию, которую назвали Магией. Они с упоением провозглашали себя дэвами, богами, вершителями судеб людских. Но действия же их были схожи с искусством асуров, которые сеяли все те же бесконечные войны, сражения и хаос, постигая все новые и новые механизмы порабощения в своем ремесле. Так многие йоги, постигшие саму бездну, научились не только магии, но и создавать миры из ничего. Сидя в асане, йог мог незримо для очей людских создавать в этот самый момент свою планету, свой мир. Но ограничиваясь лишь своими познаниями о природе и вселенной, он мог создавать лишь то, что предлагает ему Майя. Посему миры были столь же необузданы и хаотичны, без какого-либо порядка. Самые же примитивные йоги вели бесконечные войны магов среди этих миров, вторгаясь то в один, то в другой. Пока не надоест эта непрекращающаяся битва за миры, но увы, пойти обратным путем уже не суждено, ибо йогу дается всего один раз принять для себя путь познания, или путь магии, вечного скитания в поисках насыщения себя большим могуществом, чем у других. Некоторые йоги могли не то, чтобы сравниться с делами по могуществу, но и превзойти их. Но, как правило, эти йоги выбрали путь познания и устремились в свои другие мирности, не воспринимаемые нами и даже богами. Ведь йоги не стремятся владеть ремеслом ради ремесла и не привязывают себя к каким-либо объектам воздыхания и службы богам. Они просто познают мир их как самостоятельный дух. Но все же в привычном для современного человека о йоге и понятия асаны входят обычные стандартные позы, вроде позы лотоса и практики, вроде хатха йоги, сформированные в X веке как учение о психофизической гормонии и практике правильного дыхания, позволяющего избегать стресса и вернуть в себе контроль как над разумом, так и телом. Когда же йога стала приобретать все большую и большую популярность среди мирян, сама практика асаны, медитативные практики превратились в некие упражнения, помогающие укреплять тело, содержать его в тонусе и контролировать свою психику, но в некую спортивную гимнастику и не более, отсеяя в тот самый мистический корень. Субтитры создавал DimaTorzok